Тесты это не так просто, как может показаться. К сожалению, тут без подводных камней не обошлось. Например, о чём я говорю. Вот хотя бы из названия термина «тест» можно сделать вывод, что главная задача теста — что-то проверять. Но айтишники — это люди с особенностями, и поэтому они не всегда используют инструменты по прямому назначению. Всё из-за того, что тесты обладают определёнными побочными действиями, которые оказывают интересный эффект. Вот от парацетамола почки отваливаются, а от юнит-тестов приложение начинает ромашками пахнуть. Но прикольно же, поэтому я тебе разжую чё там у нас по тестам в целом. Вот знаете, айтишники любят выдумывать разные теории и натягивать их на всякие красивые схемки, фигурки и графики, даже когда это не имеет особого смысла. Но эта привычка, естественно, не обошла и тестирование. Знакомьтесь, пирамида тестирования. Каждый её уровень состоит из своего типа тестов. Пирамида тестирования не является квадратом тестирования, потому что легенда гласит, что чем выше уровень, тем он важнее и требует больше усилий по разработке, поддержке и даже по производительности. А также считается, что чем уровень ниже, тем тестов должно быть больше. Типа юнит-тестов дофига нафигачено, а вот UI-тестов должно быть чуть меньше, чем оставшихся в живых разработчиков на кабол. А вот писали бы на джаве, я бы сейчас так не шутковал, потому что джава-разработчик это до сих пор востребованная профессия, которой можно обучиться в университете Java Rush. За 12 месяцев тебя спокойно введут в профессию джава-разработчика. На курсе тебя научат не только основам языка, но и работе со всеми необходимыми инструментами настоящего Java Enterprise бойца. Такими как базам данных, фреймворку Spring и даже ОРМ-ки Hibernate. А еще Java Rush подготовит тебя к прохождению интервью, чтобы ты смог пролезть на вакансию без мыла. Курс ориентирован на практику, поэтому там собрано огромное количество задач различной сложности. Решения этих задач у тебя будут проверяться мгновенно за счет автоматизированной системы проверки. Просто смотришь требования к задаче, бахаешь код, нажимаешь кнопочку и сразу же получаешь расширенную информацию о том, насколько ты хорош. Если не будет получаться решить задачку, то менторы тебе помогут. Кстати, у меня тут как раз имеется промокодик Extreme Code со скидочкой в 50% на первый месяц обучения. Ссылочка на курс в описании под видео. И это, шевели булками, халява действует до 31 марта. На самом деле эту пирамиду тестирования перерисовывают как хотят, и уровни ей добавляют, и одно заменяют на другое. Можете вбить в гугл пирамида тестирования и офигеть от того, сколько существует вариаций. И все кукурузку ебучат, как будто бы только их пирамида исконно верная. Чисто не программисты, а древние египтяне. Тем не менее, все пирамиды объединяет одно. Нижние уровни. Самые нижние это так называемые юнит-тесты. Они представляют собой просто набор функций, которые проверяют на работоспособность модули вашей программы. Модулем, как правило, является класс или функция. Вот примерчик на одном замечательном фреймворке для C++, который подозрительно напоминает JavaScript. Есть у нас, допустим, калькулятор, который умеет складывать, вычитать, делить и умножать. Давайте для тестирования выберем отдельный модуль. Пусть это будет функция сложения. Дальше просто фигачим возможные варианты выполнения. Например, проверочка сложения единички с единичкой. У нас должна возвращаться двоечка. Теперь запускаем выполнение этой функции и выполним скрипт. Опачки. Тест прошел идеально. А теперь протестируем кейс, при котором на вход будут поданы собаки. Собака плюс собака будет две собаки. Замечательно. Эти функции и есть юнит-тесты. И они подтверждают работоспособность нашего кода. Вы можете сказать. Николай, ты что, угабуга? Неужели ты настолько в себе не уверен, что даже код в одну строчку перепроверяешь? Ты же прекрасно знаешь, какой будет результат работы этой функции. Зачем ты вообще занимаешься этим клоунизмом? А теперь представьте, что если эта функция была бы ужасающе громадной, но пищу строг и делала бы не сложение двух чисел, а запускала бы атомный реактор. Абсолютно любое случайное изменение этой функции или какой-то зависимости, которая отрабатывает в этой функции, могло бы повлиять на результат ее работы. Юнит-тесты заметят, если функция начнет работать не так, как от нее требуется. На примере калькулятора эта проблема не так явно заметна, потому что код маленький, осознать его и держать в голове легко, а накосячить сложно. В реальной жизни все наоборот, функции сложнее и больше. Я уже не говорю про то, что над кодом ты работаешь не один. Всегда может прийти какой-то васян, набранный по объявлению с твоей командой, и чисто случайно напрограммировать всем проблем. Изменения в одной части кода могут сломать что-то в другой части проекта. Первая задача юнит-тестов как раз детектить ситуации, когда возникают подобные подтекания ануса, чтобы вы всегда могли это вовремя обнаружить и пофиксить. Такие дела. Такие тесты, которые я тут понаписал, пишет обычно быдло. Для нормальных людей есть фреймворки, которые предоставляют различные инструменты для того, чтобы не только облегчить тестирование, но еще и чтобы оно все выглядело красивенько. Вот так, например. Да, вы просто зацените, как совершается очередной оборот по орбите эстетики. Какой фреймворк юзается именно для вашего цирка, можете погуглить. Для освоения они не слишком сложны. Часто они просто предоставляют способ для именования тест-кейса и объект, который содержит пачку методов для сравнения ожидаемого результата с возвращаемым результатом. Его, как правило, называют эссорт. Помимо того, чтобы являться гарантом работоспособности нашего кода, юнит-тесты оказывают благотворное влияние на молодой программерский организм. Благодаря им наш код перестает вонять говной. Как так получается? Все просто. Тестируемость — это одно из свойств хорошего кода. Вот если бы наш калькулятор не был попилен на функции, а был бы свален одной большой целиковой кучей, то как его можно было бы протестировать? Никак. Нет юнитов — нет юнит-тестов. Требование писать юнит-тесты заставляет тебя создавать гибкий код, поделенный на модули. Из-за этого свойства родилась методология TDD. Ее суть заключается в том, что сначала ты пишешь тесты, а уже потом под них пишешь код. Сам подумай о гениальности идеи. Когда ты пишешь тест, ты уже продумываешь, что это будет за модуль. Называешь его и описываешь, что он будет уметь. Да это же настоящее проектирование и составление требований. TDD — это тот самый ветерочек, который несет тебя к берегам поддерживаемого кода. И тебе элементарно становится тяжело наговнить даже при всем желании. А для реализации требуется не так уж и много. Просто сначала писать тесты, а потом писать код под них. При всей эффективности это настолько просто, что тимлиды в CIA IT нагружают работой по написанию тестов совсем новеньких молодых маслят. Просто сунул им тех требований в зубы, дал пинка под попу, и он побежал тесты килограммами генерировать. Вещь полезная, но простая, и в случае косяков проект не будет уничтожен. Это же просто идеальная задача для джунов. Помимо юнит-тестов у нас есть еще интеграционные тесты, UI-тесты и любые другие возможные виды тестов. На самом деле это все те же юнит-тесты, только поданные по другим соусам. Они проверяют не отдельные юниты, а что-то другое. Интеграционные тесты, например, проверяют, как юниты взаимодействуют между собой. То есть это юнит-тесты над пачкой юнитов, которые друг с другом делают всякое. UI-тесты, соответственно, тестируют UI. Нет, вы представляете, специально предназначенные для этого инструменты делают прямо скриншоты приложения во всех возможных состояниях и сравнивают скрины попиксельно. Если разница есть, то она просто подсвечивается красненьким. Да даже мануальные тесты это те же самые юнит-тесты, только вот среда выполнения немножко отличается. Все делает не холодная бессердечная машина, а специально обученные бессердечные люди, которые без стыда будут заставлять тебя исправлять добавленные тобою фичи. Они даже заранее составляют специальные списочки, чего попроверять надо. Это называется тест-кейсами. И они прямо ручками все прогоняют по порядочку. Вот так молодые люди. В тестах ничего сложного нет. Кроме вопроса, кто будет писать тесты на тесты. Ну и парни, если я залипал в какой-то видос до конца, то никогда не поленюсь поставить лайк и написать в комменте типа «Братан, хорош, давай, давай, вперед, контент в кайф, можно еще вообще красавчик». Можно вот этого вот почаще. Давайте пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok